Ведновчанка Антонина Самсонова участвует в Нежном Гранте впервые. Уже более четырех лет у нее свой сервис по подбору нянь. А недавно предпринимательница открыла мотивационный лагерь для детей. Благодаря конкурсу Антонина смогла поделиться своими достижениями с широкой публикой. К выступлению подошла творчески. Это мой дебют. Раз я тренер про проявленность, я на самом деле за четыре года своей тренерской деятельности очень выросла во многих аспектах. Я поняла, что проявиться и начать петь для меня это вообще что-то новое. Номер пришел сам с собой, потому что я начала петь дома эту песню Мэри Поппинс. А так как я работаю с нянями и меня все ассоциируют с Мэри Поппинс, оно пришло все как-то само собой. Конкурс «Нежный грант» проводится уже в третий раз. Все шесть участниц – яркие и решительные бизнес-леди. Все участницы очаровательные. И мы, конечно, в первую очередь обращаем внимание на их деловые качества, на возможность развивать бизнес. Потому что все мы знаем, как сложно заниматься предпринимательской деятельностью. Первый этап – это просто регистрация и анкетирование. Далее девушка должна была написать небольшое эссе о себе. То есть, каким образом она пришла к этому бизнесу, что у нее происходит и что у нее в планах на будущее. И подготовить видеовизитку, которая непосредственно характеризует ее деятельность и, так скажем, представляет ее в полной красе. Перед жюри, в состав которого входили представители администрации округа и общественных организаций, стоял непростой выбор. Деловой профиль каждой полуфиналистки был интересен и достоин победы. Уникальная и удивительная команда, которой не все равно практически все. У них есть чувство заботы не только о тех направлениях, которые они реализуют в рамках своего бизнеса, но и о том, в целом, как счастлив каждый человек в нашем городе. Как рассказала президент Союза содействия женскому предпринимательству Наталья Муравьева, победа для участниц не главная. На мероприятии они получают советы от опытных экспертов, узнают о мерах поддержки и обмениваются знаниями в сфере бизнеса. Девушки, даже не вышедшие в финал, получают реальные решения своих сложностей, получают контракты, получают договора, медиапродвижения и заявляют о себе. По итогам конкурса победительницами стали Анастасия Трегупова и Евгения Егорова, организатор творческих студий для детей. Одна студия это чисто художественная, там есть направление живописи рисунок, иллюстрация, скетчинг, творческая мастерская и лепка из глины. Вторую студию мы открыли в феврале этого года и там направление актерское мастерство, танцевальное, кулинарная мастерская. Теперь Евгения и Анастасия будут участвовать в финале конкурса. Стоит отметить, что победители нежного гранта, занявшие три первых места, награждаются дипломами, специальными призами и денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.